Идёт, да? Ну ладно, начнём, пожалуй. Эпигенетика, эпигеномика и всякая эпия. Есть довольно интересная реакция таких классических биологов на эпи... Так, меня не видно, да, мне надо вот здесь ходить. Ладно, буду ходить здесь. На слово эпигеномика, потому что они очень сильно возмущаются, что такое эпигенетика вообще. Есть генетика, это понятно. А что это за эпия, непонятно. Я сейчас сначала попробую немножко объяснить, откуда это берётся. Вообще говоря, эпигенетика возникла... Не эпигенетика, а соображение, что есть нечто. Возникла довольно давно, хотя в Википедии на эту тему говорят про 80-е годы, хотя про генный импринтинг было известно довольно давно у птиц. Когда идёт наследование, вот есть мама, али, гомозиготная, а маленькая, а маленькая, папа, а большое, а большое потомство, имеет фенотип А большое. Если мама, а большое, а большое, а папа, а маленькая, а маленькая, фенотип А маленькая. То есть фенотип определяется генотипом отца. Ну, определяется, определяется, мало там. Но в дальнейшем поколении происходит опять выщепление, и возникает материнский аллель. То есть как бы у нас идёт наследование, но при этом наследование идёт вроде по отсоской линии. Да, это известный признак, сцепленный с полом. Но если признак сцепленный с полом, то дальше расщепления не должно быть. А дальше происходит расщепление. Вообще вы биологи или не биологи? Вы понимаете, что такое расщепление аллелей? Отлично. Так вот, была большая загадка, как такое может быть, в ДНК всё записано, есть гены, а экспрессируются чистоотцовские аллели. На самом деле, это тем более загадочно, что у птиц, как известно, система не XY, а X0. Нет Y-хромосомы. И нет признак сцепленным с полом, с мужским полом, по крайней мере. Тем не менее, вот такую вещь видели. Потом, через некоторое время, ещё много чего видели. А, вот эта штука не странно. Мне надо нажимать на кнопочку. О, да. И выяснилось, что всё это связано с модификацией ДНК и модификацией хроматина. И вот примерно план моей части лекции. Это, что за данные, какая роль в экспрессе, в сплайсинге, в импринтинге, и какие там, как эти данные анализируют. На самом деле, я не буду вдаваться в глубокие подробности моделей, анализа данных. И вообще, эта лекция сильный поверхностный обзор. Сейчас это очень модная и активно развивающаяся тема. Итак, первая эпигенетика связана со структурой хроматина. Хотя, на самом деле, есть ещё некоторые эпигенетические вещи, которые называются материнский эффект. Кто не знает, что такое материнский эффект? Так, объясняю. До оплодотворения яйцеклетка накапливает довольно большое количество разнообразных РНК. и после оплодотворения эти РНК начинают работать. Они все материнские. Это тоже одна из форм эпигенетического наследования. То есть, наследование на ранней эмбириональной стадии идёт по материнской линии. Потом включаются отцовские гены, и всё это дело размывается. Ну, кроме материнского эффекта, наиболее интересная часть эпигенетики связана с структурой хроматина. Ну, структура хроматина здесь очень так хорошо написана. Все вы видите. Есть ДНК, есть нуклеосомы, есть нуклеосомные, вот, ниточки нуклеосом, есть третинометровые фибрилы, потом они упаковываются дальше и дальше. И это метафазная хромосома. Вообще говоря, в интерфазе вот такой плотной картины вы не увидите. В интерфазе всё гораздо более рыхло. Нуклеосома. Вообще говоря, в современных эпигенетических исследованиях или эпигеномных исследованиях основной упор делается на вещи так или иначе связанные с нуклеосомой. Нуклеосома, как известно, состоит из... Кто не знает, из чего состоит нуклеосома? Все знают. Стоит из гистонов, на которые намотана ДНК. Сколько гистонов? Так, понятно. Гистонов вот здесь нарисовано... Вообще гистонов 8. Два гистона H2A, два гистона H2B, два гистона H3, два гистона H4. Есть ещё гистон H1, который где? Между нуклеосомами. Хотя между нуклеосомами ещё толпа белков. Есть белок HP1, есть там ещё много чего. В общем, всё это хозяйство намотано на нуклеосому. Вот это гистоны. А гистоны имеют такую плотную спиральную структуру и хвосты. Вот такие вот хвосты. На хвостах висят разные аминокислотные остатки, естественно, поскольку белок. Наиболее интересными являются остатки лизина и аргинина, причём самый, по-видимому, активный участник в работе нуклеосомы в узнавании чего-либо на нуклеосоме является гистон H3 и модификация вот этих хвостовых остатков на гистоне H3. Это N-конец. N-конце. Как правило, лизины наиболее интересны. Хотя известна модификация гистонов больше 40. Это метилирование, ацетилирование, фосфорилирование. Фосфорилирование. Что ещё бывает? Убикретинирование. Что ещё бывает? Гликозилирование, сумоуирование и так далее. Всего много. да, фосфорилирование происходит как правило по ацетилированию. А сейчас наиболее интересным ацетилирование происходит по лизинам и аргининам. А метилирование по лизинам и аргининам. И наиболее интересное, вообще наибольший склад во всю эту историю это модифицированные остатки гистона H3. причём лизины. Значит, а вот здесь вот написано что бывает. Кроме того, бывает ещё метилирование ДНК как правило по контексту ЦПГ. Ну, это не совсем так, конечно же. Контексты бывают довольно разнообразные. Метилируется цитозин. А в дрозофиле, например, ничего не метилируется почти. Там метилирования практически нет. А у животных остальных, включая пчелу и комара, метилирование нормально, там метилируется довольно много чего. В растениях есть метилирование. Метилируется цитозин. И что важно? Вот этот контекст совершенно замечательный. Он является полиндромом. Это значит, что если есть ЦГ на одной нити ДНК, то на комплементарной нити ДНК тоже будет ЦГ. Поэтому при удвоении ДНК у нас ЦГ, вот есть, при удвоении ДНК, если одна цитозин был метилирован, то после полуконсервативной репликации, вы знаете такое слово, да, у нас есть контекст, где цитозин метилирован, против нее свежесинтезированная нить ДНК, где цитозин не метилирован, и есть поддерживающая метилтранспираль, которая видит, ага, вот у нас есть две нитки, на одной нитке цитозин метилирован в контексте ЦПГ, а на другой нитке, вот здесь цитозин, скалыватель здесь цитозин, на другой нитке вот этот цитозин не метилирован. Она удивляется, говорит, что безобразие, и надо цитозин на комплементарной нити метилировать. Тем самым обеспечивается наследование статуса метилирования ДНК. То есть метилирование ДНК наследуется. И фактически метилтранспираль является как бы пятым основанием, которое наследуется, но наследуется не так химически, как при синтезе ДНК, но всё равно наследуется. Да, ну это вот на что это влияет, всё бывает, на что влияет. Всё замечательно. А теперь поскольку у нас курс лекции по новому секвенированию нового поколения, то и всё, что связано с эпигеномикой, тоже сейчас данные в основном идут из секвенирования второго поколения. это данные хроматин иммунопрецепитации, это у вас было, но было про транскрипционные факторы, хотя на самом деле есть антитела на разной модификации гистонов, и мы можем оценить уровень метилирования метилирования гистонов, например. Мы можем оценивать метилирование ДНК, ну вот есть методы, основанные на классической бактериальных претрифтазах, которые не режут, если метилированные, и режут, если не метилированные, есть наоборот, вот это чувствительное к метилированию, это устойчивое к метилированию, и обрабатывают двумя рефтазами, чувствительные и устойчивые, и смотрят вообще, где что порезалось. Но этот метод на самом деле в сайт рефтекции достаточно редко встречается, гораздо реже, чем СПГ, есть еще метод бессульфидной конверсии, это когда мы ДНК обрабатываем бессульфидом, у нас все неметилированные цитазины становятся тиминами, а метилированные они остаются цитазинами. Потом мы отдел сиквинируем и смотрим, где произошла замена. Где мы увидели отличие замены тиминного цитазина, там у нас ничего не произошло. А там, где сохранился цитазин, там у нас произошла конверсия. Стало быть, это место у нас было метилировано. То есть там, где сохранился цитазин. Там, где он не сохранился, там у нас нет метилирования. Медип. Это еще одна техника. Она основана на том, что великие и могучие иммунологи нашли антитела к метилированной ДНК. Вообще антитела, как правило, к белкам. Тем тем не менее, удалось найти, построить антитела к метилированной ДНК. И это медип, так расшифровывается, метил ДНА иммунный преспитейшн. Ну, кроме того, есть данные по доступности хроматина. это ДНК сной обработкой, где порезалось, там хроматин доступен, там, где не порезалось, там хроматин плотно упакован. Чипсех на полимерады вторую, это мы можем определить, где у нас активно идет транскрипция, где ничего не идет. СТСФ, вы знаете, что такое СТСФ? Кто не знает, что такое СТСФ? Так, замечательно. Это один из транскрипционных факторов, как бы, но этот фактор, который играет очень важную роль в формировании структуры хроматина и определяет в том числе инсуляторы. Кто не знает, что такое инсуляторы? Так, замечательно. Хорошо. Что такое энхансеры? Кто не знает, что такое энхансеры? Так. Значит, начнем с энхансеров. Энхансеры – это такие участки ДНК, которые, состояние которых регулируют гены. Регулировать гены можно в промоторах. Вот он, промотор, отсюда идет транскрипция, и вот промотор мы за доверие, то транскрипция не идет. Но есть регуляторы, которые находятся достаточно далеко, на расстоянии сотен килобас от регулируемого промотора. и связывание транскрипционных фактов у этих удаленных мест влияет на транскрипцию гена. Вот эти удаленные ребята называются энхансерами, усилителями. Они усиливают, на самом деле, включают транскрипцию достаточно далеких промоторов. И каждый энхансер имеет зону действия. Он может действовать вот докуда-то, а дальше возникает как бы порог. Дальше этого места данный энхансер не действует. Вот этот порог, за который действие энхансера прекращается, называется инсулятор. Инсулятор, что в переводе называется изолятор. Он изолирует энхансер от далеко лежащих генов. И CTCF, как правило, является маркером инсуляторов. Хотя на самом деле он вяжется еще во многих других местах. Дальше. Есть такие замечательные ребята, как когезины. Когезины такие белки, которые образуют такое кольцо. Они играют очень существенную роль при конвигации хромосом во время метоза. Образуют такое кольцо вокруг двух нити ДНК. Но на самом деле оказывается, что они важны не только в метафазе, когда происходит деление, не только в миозе, но и в интерфазе. Вот нормальная спокойная клетка, которая спокойно сидит себе не делится, а когезины тоже играют существенную роль. Ну вот есть вот такие данные. Вообще всё это хозяйство есть в проект код. Там вот есть данные и по CTCHF, и по когезинам, по всем ребятам. Характер данных. На самом деле надо вообще во всей науке связанной с секвенированием понимать несколько простых вещей. Одна простая вещь заключается следующим, что секвенируется не одна клетка. Есть отдельные специальные техники секвенирования РНК или даже ДНК из одной клетки, но все вот эти чипсики, все эти дела, они работают с пулом клеток. Первое. Пул клеток, как правило, неоднороден. У нас клеточная линия. все клетки одинаковые. Они одинаковые или нет? Как вы думаете? А чем они отличаются? Клеточная линия. Хиля. Линии линии или там не знаю К-562 или там какие-нибудь фибробласты. Клеточная линия, они все клональные, они генетически одинаковые. Но когда вы берете на фигменты, они одинаковые или нет? Одна клетка думает, а не начать ли мне делиться? И у нее одно состояние. Другая уже начала делиться и вот уже пошла S-фаза. Дупликация ДНК. Она в другом состоянии. Третья клетка уже в метафазе уже там делится, уже разводит хромосомы. Они все разные. А вот результат этих данных относится к полуклеток, которые все находятся в разных состояниях. и это надо четко понимать. На самом деле есть клетки, которые можно считать, что они находятся в одном состоянии. Это довольно редкие клетки. Они не культивируются, они не делятся. Они в одном состоянии, они и не делятся. Правильно? Это аоциты. Аоциты не делятся. Вот зрелые аоциты, вот они все одинаковые. Есть отдельная наука про исследование не однородности даже таких уже совсем однородных культур, как аоцитов, но мы об этом говорить сейчас не будем. Вот всегда надо иметь в виду. И на самом деле в чипсеках ничего, а вот вам рассказывали про трехмерный хроматин, вы уже рассказывали? Рассказывали, да? Там миллион клеток, там меньше миллиона клеток вообще у вас никаких данных не будет. И у вас такое разнообразие, такой компот присутствует. И при анализе и интерпретации этих данных на самом деле удивительно, мало кто на это обращает внимание, об этом задумывается. В статьях об этом почти не пишут. Они говорят, вот метка такая здесь стоит, а стоит в каком состоянии клетка у нас была? А черт не знает, в каком-то была. Есть отдельные вопросы, отдельные техники синхронизм синхронизм культуру. С клетчным линиям очень сложно синхронную культуру иметь. И опять имея синхронную культуру вы не наберете 100 тысяч клеток, которые необходимы для эксперимента. Ну не будет у вас столько. Так, итак, хроматин. Хроматин это вот нуклеосомы упакованные как-то там говорят о двух состояниях хроматина. Гетерохроматин и эохроматин. Два крайних состояния. Эохроматин такой распушенный. Неправильно считать, что на эохроматине нет нуклеосомы. Нуклеосомы там есть. Но при этом они как бы не очень крепко связаны друг с другом, не очень плотную трескеннометро фибрилы образуют. Они какие-то такие вот хлипенькие. То есть там энергия вот так вот дышит. А гетерохроматин это плотно упакованный хроматин и он почти не дышит. Он так вот затоптан. На самом деле сейчас есть данные, например, вот ТРНК полимераль, когда идет по ДНК и делает ТРНК, она не сбрасывает нуклеосомы, которая стоит. Она вокруг нуклеосомы танцует обкатывает, а красава стоит на том же месте. Вообще говоря, гетерохроматин и эохроматин это понятие возникло еще когда про ТРНК очень мало чего знали. Вообще это микроскопическое понятие. Микроскопическое то, что было видно в микроскоп. Вот есть плотный хроматин, он называется гетерохроматин. А хроматин, который микроскоп плохо видно, он называется эохроматин. Ну, как-то так. Вот. И вообще говоря, эохроматин и гетерохроматин это крайнее состояние хроматина. То есть самое крайнее состояние это когда смыты все нуклеосомы, когда их нету. Это вот совсем эохроматин. Эохроматин не бывает. Крайне редко бывает. Да. Ну, все эти дела хроматиновые, они связаны с энханцерами, промоторами, с генами, с прочими делами. Вот про промотора. Значит, я забыл сказать еще про одного. Ну, ладно, промотора бывают ткани специфические, конститутивные и генов развития. Я забыл сказать, что есть еще одна замечательная система поликомп, которая тоже влияет на структуру хроматина. Что удивительно? Удивительно, что при клеточном делении, ну, не так удивительно, что метилированный ДНК сохраняется. Я вам это попытался объяснить, что там ЦПГ-контекст против, если против неметилированной поддержки метилотрансфераза, там, прометилированной все дела, это все более-менее понятно. Ну, удивительно, что модификация гистонов также наследуется. У нас происходит репликация, нуклеосомы должны заново собраться, и они собираются в том же месте, в том же состоянии. То есть, если у родительской клетки у нас была, там, не знаю, третий гистон по девятому лизину был метилирован, еще трижды метилирован, то у обоих дочерних ДНК, вернее, хроматина, в двух копиях дочери хроматина эта метка останется на том же месте. То есть, там соберется новая нуклеосома, она будет сохранять эту метку. Как это происходит механически, никто не знает. Это одна из таких, ну, достаточно новых загадок, как это работает. не, это все ладно, это не так интересно, на самом деле, где-то у меня были метки, вот они метки, да, да, есть еще один объект, еще одно действующее лицо во всей этой истории, это так называемая ламина, это оболочка ядра, там есть белки ламины, и с ламины в некоторые места ТНК, в некоторые места хроматина связаны с ламиной, и возникают так называемые ламиноассоциированные домены. да, ну, это всякие домены, да, все, все эти ребята, все эти медификации хроматина и прочее, они могут образовывать довольно протяженные домены, некоторые метки хроматиновые метки маркируют гены, некоторые метки маркируют промоторы, некоторые метки демаркируют, что еще бывает, энхансеры, а вот, в принципе, чем эта вообще вот эпигенетика замечательная, наука, тем, что она очень бурная и активно развивается уже лет, наверное, 7-8, но до сих пор статьи в Дискаршене имеют такую фразу, вот все это замечательно, но как это работает, совершенно непонятно, как это все устроено, непонятно. Итак, наиболее интересные, да, наиболее интересные модификации это метилирование гистона H3, это гистон H3 ассоциирован много с чем, он ассоциирован с промоторами, с энхансерами, с гетерохроматином, с системой поликомб. И вот, однажды метилированный четвертый лизин, это энхансерный товарищ, дважды метилированный четвертый лизин встречается редко, трижды метилированный четвертый лизин, это промоторный товарищ, а девятый, это либо промоторный, либо наоборот, зеленый это активирующие, а красный это подавляющие. Девятый это подавляющие. А К9 это девятый лизин, однажды метилированный. А дважды и трижды метилированный, он вообще определяет гетерохроматин. Двадцать седьмая метка, однажды и дважды и трижды, на самом деле она, двадцать седьмой лизин, он определяет систему поликомп и в очень большой степени определяет так называемый биволентный промоутер. А двадцать седьмая метка, вот К27, она обладает таким свойством, что если у нас есть одновременно трижды метилированный четвертый лизин, который говорит, это место активно, и трижды метилированный двадцать седьмой лизин, то трижды метилированный двадцать седьмой лизин говорит, что нифига подобное, это место не активно, но если мы снимем метку с двадцать седьмого лизин, то она станет активной, это называется отравленные промоутеры. Вот настоящие промоутеры, а вот двадцать седьмая метка – это отравленные промоутеры. Тридцать шестая метка – это гены, причем удивительно. А вообще казалось бы, вот на ДНК, она одинаковая везде. Ну, ДНК и ДНК, что там? Так вот, тридцать шестая метка, она маркирует не просто гены, она маркирует экзоны. То есть, тридцать шестая метка – повышенное количество модификаций трижды метилированного тридцать шестого лизина третьего гистона, вот эта модификация существенно выше на экзонах, а на нейтронах нет. Почему? Как это берется? На самом деле, здесь играет большую роль сама РНК-полимераза, которая тащит на себе. Вот РНК-полимераз, когда ползает под РНК, она на себе тащит. Кого она тащит на себе? Она на себе тащит с плой с осом, который делает сплайсинг. Она связана с ним. И она на себе тащит всякий модификатор хроматина. Тоже на ней прямо вот едут по ДНК, вот там много кто по ней ползет. И тридцать шестую метку она ставит, как только происходит сплайсинг с высотом. Она же здесь же, на этой штуке. И она может модифицировать. Да. Ну, есть еще полно других модификаций. Это, как правило, связано с четвертым гистоном. Если вспомните картинку, как гистоны устроены, третий и четвертый гистоны находятся у выхода ДНК с нуклеосомы. Вот 2А2Б находится как бы внутри. Сейчас мы вернемся к картинке. Вот она картинка. Вот ДНК идет, она вот так началась. Вот так сделала два витка. Ну, полтора, да? И вот здесь вышло. Вот это места выхода ДНК с нуклеосомы. И вот третий и четвертый гистоны, вот зеленый четвертый, а синий третий. Вот они. Они находятся у выхода. А желтый и красный, 2А2Б, они находятся внутри нуклеосомы. И вот эти ребята, которые находятся у выхода, третий и четвертый, играют самую большую роль. Оно и понятно. Да, значит, ацетилирование. Ну, ацетилирование. Вообще гистоны, они... Какой заряд имеют? Положительный. Положительный, потому что ДНК отрицательно заряден. Она притягивает ДНК просто... Но если мы ее процетилируем, то мы уменьшим ее положительную заряженность, да? И сразу же ДНК понизится. Понятно, что если мы будем ацетилировать гистоны, то мы сделаем хроматин более рыжевым. Стал их более доступным для РНК племераз, например. И еще для факторов транскрипции и прочее. Поэтому любое ацетилирование – это активация транскрипции. Равно как фосфорилирование. Но там еще другие вещи с фосфорилированием связаны. Но есть еще аргинин и лизины на четвертом гистоне, которые тоже метилируются. И эти метилирования могут либо активировать, либо подавлять. То есть у нас есть гистон. На гистоне есть хвост. На хвосте есть метильная метка. Метильная метка либо помогает, либо мешает связываться с транскрипционным фактором. И на самом деле связываться с транскрипционным фактором, связываться с гистоном H1, связываться с белку HP1, ну и так далее. Значит, что бывает? Бывает, вот, казалось бы, вот хроматин. Вот его модификация. А вот РНК, вот ее сплайсинг. Все говорят разные вещи, разные процессы. Оказывается, что модификация хроматина влияет на сплайсинг. Каким образом? Ну, конечно, я вам говорил, что сплайсосома ползет до РНК полимеразии, там может что-нибудь быть. Вот. Были прямые эксперименты в 2009 году и 2010 году, где было показано напрямую, что образование РНК-РНК-дуплекса на транскрибируемый МРНК. Вот, знаете, транскрибируемый МРНК. И там образовался дуплекс. Ну, пришла какая-нибудь микро-РНК чужая. Ну, и еще кто-нибудь. Образовался дуплекс. Как только образовался дуплекс, на это место прибегают, как говорится, рекрутируются факторы модификации хроматина, который этот хроматин начинает уплотнять. И было показано, что добавление, ну, прямой эксперимент, добавили СРНК к интрону. Это интрон и СРНК, а еще чего общего. И увидели изменение паттерна сплайсинга. То есть какие-то альтернативные варианты сплайсинга стали по-другому встречаться с другой частотой. Была предложена кинетическая модель. Суть, которая очень простая на самом деле. Если у нас элхроматин такой вот рыхлый-рыхлый, у нас РНК-полимераза по нему убежит быстро. Если у нас плотная упаковка, она идет медленно. Если у нас возник дуплекс, сейчас я соображал, где здесь дуплекс, ну, где-то здесь дуплекс, вот он дуплекс. Но он связан на самом деле с системой органахтов, в которой в микро-РНК живет, неважно, это не просто голый РНК прибежал. Там еще голого не бывает, там комплекс прибежал. Связанный с органахтом первым. Органахт второй, АГО-2, это то, что работает в цитоплазме, а АГО-1 то, что работает в ядре. Прибежал, притащил, вот здесь она бежала быстро, здесь образовался дуплекс, прибежали модификаторы хроматина, хроматин затоптали, и РНК полимераза в следующем раунде, не в этом раунде, это она прошла и прошла. Опять-таки, надо здесь понимать, что когда мы говорим, вот РНК полимераза ползет, она ползет не вот один раз ползет, она ползет вот здесь раз проползла, два проползла, два-три проползла, да? Вот первый раз там пробежала быстренько, да? Когда комплекс образовался, притащил модификаторы хроматина, которые хроматин затоптали, в следующий раз она пойдет уже медленно. А что значит, что она пойдет медленно? Сплайтинг. Как устроен? Донорный сайт, акцепторный сайт, да? Они должны встретиться, завязаться и вырезать интрон. Вот есть донорный сайт, вот РНК полимераза ползет, на ней ползет, а что она там сидит? Увидел донорный сайт, ага, донорный сайт, ждем. Если РНК полимераза ползет медленно, то она с большой вероятностью ближний акцепторный сайт завяжет. Если она ползет быстро, то она может проскочить, ближний акцепторный сайт и схватить дальний. То есть, в зависимости от скорости движения РНК полимераза у нас будут разные паттерны сплайтинга. И оказывается, что вот модификация хроматина, а какие модификации? К9, А3К9, 9-й гистон, 9-й лизген, 3-го гистона. Прометилировали, все, у нас уплотнение произошло. Или 36-го гистона тоже. 36-го лизина, 36-й лизин, 3-го гистона, прометилировали, РНК полимераза пошла медленнее. И оказывается, что вот 36-я метка, К36, 36-й лизин на 3-м гистоне, метит таким образом полимераза быстро бежит, там 36-й метки нет. Медленная ползет, там 36-й метки ставится. И таким образом воспроизводится правильное сплайтинг, вообще правильное определение экзонов. это некий механизм воспроизведения. Вот если РНК полимераза прошла правильно, она пометила как надо, то в следующий раз она ошибок не сделает. Что она делает первый раз ошибок, я не знаю. Да, ну РНК полимераза, как правило, заканчивает свою работу полиаденилированием. Это правда? Ну, и МРНК кончается чем? Полиохватом. То есть полиаденилированием. Это всегда? Это правда или неправда? Ну, поскольку речь идет о биологии, то надо говорить, ну почти правда. Вот, никогда не бывает вот совсем правда. потому что гены гистонов, например, все те кто самым, ну там, это же гены, это белки, они там должны из МРНК вылить, рибосон, все дела, они не полиаденилируются. Хотя идут с той же второй полимераза. Как они работают, я не знаю. Да. Так вот, сайт полиаденилирования тоже метится гистонами, как правило, 36-м, все той же 36-й меткой. КСИСТ. Да, это вот, сейчас, вот то, то, что я говорю, это некая мозаика, потому что про каждый из этих аспектов можно говорить много-много. Система КСИСТ. Это замечательная система, по этой системе сейчас сделано несколько очень хороших работ, очень красивых. Значит, есть Х-хромосома, которая у женщин две штуки, мужчин одна штука. Есть проблема дозы гена. Две штуки Х-хромосомы это много, это плохо. Одну из Х-хромосом надо подавить, чтобы она не экспрессировалась. Есть система, которая измеряет количество Х-хромосом, которые есть в клетке. Она называется КСИСТ. Это такая длинная РНК, у нее есть комплементарная РНК, их взаимодействие определяет, является счетчиком количества хромосом. Количество Х-хромосом, потому что эта система КСИСТ живет на Х-хромосоме. Ну, здесь эта штука имеет некую такую длинную структуру, там всякие повторы, еще что-то. Кстати, у Дрософил тоже есть система балансировки Х-хромосомы, только она работает наоборот. Если у млекопитающих Х-хромосомы у позвоночных подавляются, то в Дрософил наоборот, если Х-хромосома одна, то включается некая система РО1-РО2, которая активирует все гены на Х-хромосоме, и Х-хромосомы работают вдвое интенсивнее, чем если их две. Ну, тоже есть система балансировки. Ау. Да, значит, инактивация Х-хромосом происходит на ранней эмбриональной стадии, и на самом деле все самки млекопитающих, они в некотором смысле генетически неоднородные, разные клетки имеют разную включенную Х-хромосому. Выбор происходит на ранней эмбриональной стадии, то есть, когда уже есть некоторое количество клеток, потом инактивированное состояние ненаследуется. И вот если вы видели вот таких пятнистых кошек, наверное, видели, не полосатых, а именно таких пятнистых, то, знаете, это самки. И вот эти пятна, вот эти пятна, это разные инактивированные разные копии инактивированных Х-хромосомы. Вот здесь одна Х-хромосома инактивирована была, а здесь другая. Вот на ранней эмбриональной стадии произошел выбор, и вот эти кошки с такой структурой окраса, да, это просто отражает наглядно, отражает, что вот есть система Х-хромосомы, можно над тем помедитировать, подумать, как это устроено. А было несколько замечательных работ, вот одна из них в 13-м году вышла, когда исследовали, как происходит инактивация. Смотрели деление клеток и смотрели, в какие места ксисты это РНК, которые экспрессируются, ее в клетке довольно, не то, что не одна копия, много. Мы можем посмотреть, на какие места хромотина вот это ксист РНК прилипло. И можем это сделать в процессе клетчного цикла, в процессе деления. Ну собственно они это сделали, они сделали пробы комплементарные ксисту, сделали, пробы были с биотином, знаете что это биотин? Ну знаете, не буду объяснять. Были биотинированы, из-за биотин было сделано в иммунопрецепитация через Теп-Ти-Видин хромотин был порублен на кусочки, была сделана иммунопрецепитация и было выяснено в какие места хромосомы эта штука ложится. Мало того, потом была сделана работа по трехмерной структуре хромотина и было определено, что инактивация начинается с наиболее активно эксплуатирующихся участков и потом постепенно идет каскад компактизации хромотина. То есть сначала вот активный участок, вот здесь кхист, а здесь какие-то рядышком активные участки. Кхист начинает работать и начинает компактизовать вот эти участки. да, ну здесь конечно в вездесущая система поликомп участвует, которая довольно сложно устроена, она там есть РНК, там большое количество белков и все это связано с да. Вот. Совершенно замечательная история связана вот с чем. Ну, вот мы знаем, что если что-то консервативно, то что? Оно находится под давлением отбора. А если оно находится под давлением отбора, стало быть оно функционально. Это основная мантра всей сравнительной геномики. Если что-то консервативно, стало быть под давлением отбора, стало быть функционально. И мы ожидаем, что модификация хроматина в клетках, например, печени, ну, вообще ткани должны быть одинаковые, потому что разные паттерны модификации разные. Модификация хроматина в клетках, например, печени наверное должна быть одинаковая в синтенных областях, только синтенной области знаете? Ну, как бы одинаковых областях генома разных зверюшек. Товарищ Ксяо, замечательный совершенно исследователь, по-видимому, он имеет грант от Министерства сельского хозяйства, потому что во всех его работах он обязательно исследует, среди всех других зверюшек, обязательно свинья у него присутствует. Я думаю, что для того, чтобы грант оправдать. Работа делает очень хорошая. И он посмотрел, исследовал модификации хроматина у человека, мыши и свиньи, чтобы для гранта оправдаться. И увидел, что они нифига не консервативны. Что в синтенных областях в одном месте одна модификация, у людей одна модификация хроматина, а у свиней другая, а у мышей третья. Вообще консервативности нет. Но при этом вот 36-я метод, которая ответственна за гены, она консервативна. Ну гены, они есть гены, она более консервативна. А вот промоторная, она какая-то не очень консервативная. Но оказывается, что комбинации модификации хроматина, например, вот эта бивалентная домена, вот комбинация консервативная. Вот этот плюс этот, они молодцы. А вот эта подельность, эта подельность, они не консервативны. И совершенно замечательное, и абсолютно контуинтуитивное наблюдение, что уровень консервативности выше в областях, с ускоренным изменением последовательности, то есть в быстрой разностраняющей области, имеет более консервативный паттерн, эпигеномный. Это совсем удивительно. Хотя даже понять можно. Да, и что дальше с этим делать? Вот у нас есть разметки. Вот одна разметка, вот другая разметка, вот третья разметка. Мы хотим их друг с другом сравнить, понять, что у нас. Верно ли, что... Ну, вещь, на которую уже ответ есть, да? Вопрос. Верно ли, что 36-я метка коррелирована с РНСЕК? С уровнем покрытия РНСЕК? Вот там, где много РНСЕК, там сильно метилирована 36-я, 36-й лизин третьего гистона. Ну, вот у нас есть разметка, разметка РНСЕК, и вот разметка третьего гистона. Мы хотим сделать статистический тест. Ну, для такого типа статистических тестов, вот, и есть такая пара работ была в 12-м году. Вот, Генометрикор, который сделал Фаворус-компании, и Чикина, и Туиновская сделали аналогичную работу. И там была идея, как, вообще, у нас есть интервалы, два набора интервала, надо показать, что эти два набора интервала друг на друга похожи, а самое главное – посчитать статозначимость. То есть, не просто, что они похожи, а с какой статозначимости. Там есть большие проблемы с… Ну, что такое статозначимость, вы знаете, конечно, да? Что Капивыль, вы знаете? Что Капивыль? Ну, знаете, скажите уж. Вероятно, с того, что те же самые результаты получены случайные причины. Да, правильно. Не случайная причина, а получена соответствие с нулевой моделью, с нулевой гипотезой. То есть, случайные модели бывают разные. Соответственно, с нулевой гипотезой. И вообще говоря, у вас есть статистики. Большую проблему представляет правильно сформулировать нулевую гипотезу, чтобы она была, ну, не совсем дурацкая. Потому что, если вы скажете в соответствии с нулевой гипотезой, что ДНК не существует, у нас это имеет колоссальную значимость. Ну да, но гипотеза дурацкая, ну вот и значимость хорошая. Нулевая гипотеза, она и предъявляет вероятность. Вот, поэтому, вообще говоря, здесь существенную роль играет правильная формулировка нулевой гипотезы. И здесь в этой науке по разуму формулировались нулевые гипотезы. Вот есть другая работа, это наша работа, стереоген, которая тоже считает некую такую формулу. Это половина формулы, там потом еще будет комплектное представление при создании Фурье. Но в результате получаются вот такие замечательные картинки, например. Это вот пространственная корреляция 36-й метки и 27-й. 27-я метка это определяют бивалентные промоутеры, а 36-я метка это гены. И оказывается, что они скоррелированы довольно интересным образом, что в одном и том же месте они очень сильно похожи друг на друга. Чуть подальше они как бы противоречат. Вот если этого много, то этого мало или наоборот. То есть они друг против друга работают. А еще подальше они друг друга опять любят. Или вот еще одна такая же картинка. Вот здесь вот в центре они друг другу любят, а чуть подальше друг другу не любят. У нас есть гипотеза, что вот этот центральный пик, он не просто так. Что это всего-навсего неполная специфичность антител. То есть если у вас антитела будут немножко цеплять вот антитела к H3K36, 36-й лизин, да, если они будут немножко цеплять вообще любые H3, то у нас будут такие центральные пики возникать, потому что вот есть H3, ну и хорошо, вот он H3. Вот эти центральные пики могут быть связаны с неспецификой антител. Мы это доказать сейчас не можем, но есть такое ощущение. Так, что еще можно делать? Вот у нас есть, и на тему была целая серия работ, одна из наиболее известных работ, это пара работ Эмста, две работы. Значит, опять-таки вдоль большой ДНК у нас есть разметка. Вот здесь такая метка, здесь такая метка, здесь такая метка. Вдоль разметки. И есть одна разметка, другая третья. Вот давайте мы возьмем всю комбинацию разметок и попробуем сформулировать правила. Если вот эта метка у нас мощная, эта метка мощная, а эта слабая, а еще есть вот эта, то, наверное, это состояние хроматина, отвечающее промоутеру. А если у нас другая комбинация там сильных, слабых, то это состояние хроматина, отвечающее энханцеру, отравленному промоутеру, гетерохроматину и так далее. Они сделали в своей первой работе, перебрали все возможные количество состояний, то есть они берут, ну давайте возьмем 50 состояний, 30, 20, и посчитаем, попробуем построить модель, найдем вот эти самые, какие-то состояния хроматина, и в первой работе у них автоматически получилось 51 состояние хроматина, которое они как-то там потом кластеризовали, еще что-то. Потом они, та работа была опубликована тоже в Nature, только не в большой, не в главной Nature, а в какой-то сателлитной. Потом они подумали, что 51 состояние хроматина чуть многовато, и все переделали, и здесь у них 15 состояний хроматина, там, дальше они кластеризовали, и такие состояния есть. Активный промоутер, слабый промоутер, отравленный промоутер, вот есть активный, слабый, неактивный, сильный энканцер, слабый энканцер, инсулятор, ген, слабый ген, система поликомб, гетеракоматин и повторы. Ну, повторы – это отдельная песня, вы знаете, что повторы – это всегда плохо, и если вы на профиле покрытия видите повторы, то то, что там ноль, например, ничего не значит, просто туда неоднозначно откортировалась, поэтому ноль. А так, может, там что-то и есть. Вот. И вот у них появилась такая вот замечательная картинка, сейчас я вот инсуляторах, для каких-то повторах, 27-ая метка в инактивированных, отравленных промоторах, действительно, правильно, и там же должна быть, вот эти метки должны быть, вот они, на самом деле, инактивированный промотор, что такое, у нас H3K4 метри должно быть, это значит промотор активный, и K27 метри, значит промотор был активный, а стал неактивный, то есть инактивированный. Вот у нас вот эта картинка и есть. 27-ая метка, она задавила, а вот здесь у нас есть вторая, первая, вторая, третья, одна из дважды, трижды метилированный, четвертый гестон, это вот, как бы промоторные, инактивированные метки, они там затоплены, 27-ой. И больше 27-ой нигде нет, кроме поликомба. Ну, все правильно, в системе поликомба 27-ая метка играет большую роль. Вот. Чего? Все. Да, это я вот как-то вот всякую ерунду вам наговорил, наговорил ерунду, потому что материалов реально очень много, и про эпигенетику можно рассказывать довольно много, поэтому я передаю слово Михаилу Сергеевичу, который продолжит или повторит для лучшей усвояемости. Спасибо.